Сразу в нескольких общенациональных средствах массовой информации появилось следующее сообщение, цитирую. НАК «Нафтогаз Украина» отклонил все заявки на проведение независимых финансовых и антикоррупционных исследований внутри холдинга для выявления обезвреживания неправомерных действий, включая предотвращение экономического мошенничества. Отклонены в частности заявки, дальше не стану перечислять, это все ведущие западные компании. В связи с этим Национальное акционерное общество «Нафтогаз Украина» отменил тендер. Как сообщалось, тендер, ожидаемый стоимостью до 26 миллионов гривен с налогом на добавленную стоимость, предусматривал предоставление до 31 декабря 2018 года таких услуг, как расследование подозрительных операций, фальсификации финансовой отчетности, нарушение нормативно-правовой базы, взяточничества и коррупции, ненадлежащие бизнес-отношения, незаконное присвоение активов и конфликт интересов. Среди требований к потенциальным участникам тендера наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, наличие документально подтвержденного опыта проведения финансовых и антикоррупционных расследований, в том числе на территории Евросоюза или Соединенных Штатов Америки и на территории Украины. Нафтогаз Украины объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефтетрубопроводным транспортом по территории страны. Конец цитаты. Чем не понравились руководство компании монополиста услуги выше перечисленных западных фирм, никто не прокомментировал. Не высказался по этому поводу премьер-министр Украины Владимир Гройсман, не говоря уже о представителях профильных комиссий и комитетов Верховной Рады. Как по мне, так именно депутаты обязаны вызвать на ковер топ-менеджером Нафтогаз Украина, ибо такая проверка независимыми зарубежными экспертными фирмами может дать ясную картину вокруг словесных баталий по поводу завышения или занижения не только доходности предприятия, но главное тарифом на газ для населения и бюджетных организаций. Я уже не говорю о ситуации с ценообразованием разведки, добычи и транспортировки отечественного голубого топлива. Судя по триумфальным отчетам Нафтогаз Украины, добыча в следующем году превысит цифру в 20 миллиардов кубов, что позволит, как пишут в компании, выйти на экспорт украинского газа. Если это правда, то, полагаю, каждому из нас хотелось бы четко знать. Так какой же газ сегодня идет в дома и котельные? Точнее, чей? Закупленный в Евросоюзе или отечественный? Коли отечественный, то не может стоить дороже европейского и тогда величина тарифа явно завышена. Ежели европейский, то стоит уяснить, из чего складывается его цена, которую платит украинский потребитель, зажигая плитку у себя на кухне. Словом, отказ Нафтогаза Украины от услуг независимых экспертов-контролеров из-за рубежа вызывает, повторяю, сомнения в объективности тарифной политики государства.